Сегодня в Беларуси створены усе умовы, как пенсионеры могли бесклопотно сустреть другую молодость. С 2020 года в нашей стране реализуют программу «Активное долголетие». Дякую чью и поверечивается количество пожилых людей, которые ведут активный ладжиття. Где у Витебска люди золотого взрослого могут выбрать заняток по душе, провести час весело, цикавый и с корыстью. Дайвиделись наши корреспонденты. На пенсии життё только начинается. Упевненные у дельники Витебска грамадских объединения золотый взрослый. Пожилые – они только по пашпорте. Энергии, життёвой силе и бадёрыстях этих людей молодь может позаездростить. Они спевают, танцуют, займаются разными видами творчасти, подорожничают по текавых мястинах, пропагандуют здоровый ладжиття и за всем не выглядают на свой взрослый. Недавно активные пенсионеры начали освоивать дыхательную гимнастику для подтримания организма в тонусе. Из основы мы взяли дыхательную гимнастику по Стрельниковой. Это очень знаменитая гимнастика. Она разрабатывалась учёными для оперных певцов, то есть для того, чтобы разрабатывать диафрагмальное дыхание. Потом мы присоединили ещё несколько занятий по Нарбекову. Это тоже такой знаменитый учёный, который занимался оздоровительными техниками. И в результате сложился такой вот комплекс. То есть это всё у нас на такой добровольной основе. Мы всем очень нравятся и все ходят с удовольствием. Свои занятки «Золотый узрос» заусёды мкнется организовать на свежем поветре. У пойми Ракивитьба бавить час можно весело и с корыстью. Пляцовка подыходит и для репетиции вокальной группы, и для отпрацовки танцевальных па. Латиноамериканская программа, европейская программа. Собираем их воедино в какие-то лёгкие композиции и танцуем. Танцуем везде, дома, на улице, где только можно, на всех фестивалях. Участвуем в всех мероприятиях «Золотого возраста». Получаем огромнейшее от этого удовольствие. Стараемся, чтобы веселить публику хорошими задорными песнями. И, конечно, соответственно, нашего возраста. Официй на организацию «Золотый узрос» зарегистровали в 2016-м. С этого момента уяя есть свой статут, совет и старшиня. Сегодня у склад клуба угоходить больше за 100 человек в возрасте от 60 до 80 годов. Головная задача – полепшить якость життя пожилых людей и позбавить их от одиноты. Сумовать тут саправды не мог ли. Каждый день насыщенный текавыми подеями. Мы занимаемся в спортивном клубе «Витебск» фитнесом, теннисом. И, конечно, уделяется и большое внимание занятию на свежем воздухе именно скандинавской ходьбой. Сейчас это очень популярно. Мы участвуем во всех соревнованиях, которые проводят среди ветеранских организаций в нашем городе. В прошлом году мы заняли на «Спартаке» одессе среди восьми команд первое место. Нам всем вручили золотые медали. Было очень приятно. Но и, конечно, в скандинавской ходьбе тоже у нас есть результаты и тоже первые места. Для большинства этих людей дейность клуба – компенсация за напруженное працунное життя, коли часу на себя и свое захопление не хопало. Але самое головное, что таленту и потенциалу у Витеблян золотого взрослого сегодня хопить на то, как с 9-ти себя и скептиков, которые стверждают, что после 60-ти життя уже не может быть ярким и текавым. Артур Смоляков, Сергей Котов, Новийный, Витебск.